Доброго времени суток! С вами Дмитрий, сеть отелей MaxRooms. И сегодня мы с вами рассмотрим одну из особенностей канала Expedia, а именно вкладку управления доходами. В принципе, она также называется ref+. И здесь мы сразу же можем увидеть, что данная функция может нам предложить еще уведомления по email. Что это вообще такое? Это показатель нашего ADR на каждый день и сравнение данного ADR с конкурентной группой. И как мы видим, она у нас ниже конкурентной группы и также есть единички напротив, где мы можем посмотреть насколько у нас средний тариф увеличился у нашей конкурентной группы. Он увеличился на 14 процентов. Связано это в основном с тем, что у отеля конкурентной группы либо увеличилась нагрузка, либо в данном случае предлагают эту цену исходя из конкурентной группы в целом. Опять же стоит учитывать, что та конкурентная группа, которая показана здесь, может отличаться от концепции нашего отеля и не совсем точно показывать нам нашу среднюю ADR. То есть суть в том, что мы можем думать, что на самом деле у нас все плохо, что у нас цена слишком маленькая, что конкурентная группа она выше и что нужно что-то повышать и делать, но не стоит скидывать со счетов. Допустим, вот этот наш отель, он имеет также категории номеров скажем хостел, это койко-место и данная категория номеров достаточно сильно тянет вниз нашу ADR, потому что она выведена в общую категорию номеров и мы можем наблюдать такую картину, что допустим, если у нас в среднем номера стоит 1500, койко-место у нас стоит 400 рублей и будет у нас допустим три категории по 1500 и еще две категории по 400 рублей и вот вам пожалуйста у нас уже ADR фактически падает на приличное количество. Поэтому в данном случае мы можем обратить внимание только на те даты, которые прям очень сильно отличаются. Здесь же мы можем увидеть посещение страниц на нашем рынке и сделать все необходимые функции. Нам же необходимо настроить календарь. Мы хотим видеть здесь все. Мы хотим видеть посещение страниц на нашем субрынке. в целом. Анализ восстановления нам не так интересен, а вот посещение страниц достаточно удобная вещь. Мы ее оставим. Нам она будет очень необходима. Но пока что даже при обновлении страницы нам необходимо немного подождать, пока данная статистика прогрузится. Также есть ценовая решетка. Это как раз таки анализ, конкретный анализ по нашим отелям. Здесь можно временно добавить объект какой-либо, либо редактировать список конкурентов и добавить тех, кто непосредственно к нам относится. Именно это мы и сделаем, но уже вне записи. Так как у нас и отель и хостел одновременно, мы будем выбирать такой же сегмент. Такую же локацию приблизительно, хотя в целом, учитывая, что стоит тут также учитывать ваш город, потому что если он слишком маленький, если это там не столица и не какой-то крупный город, то не стоит прям очень сильно привязываться к локации. Тут достаточно поиска по самому городу в целом. Здесь же можно настроить сетку. Мы так же это сделаем. За предыдущий год нет никакого смысла выкладывать. Вот пожалуйста у нас видно, кто сколько посещал страницы. 14 раз было на 5 июля, значит на 5 июля мы сможем как-то очень так грамотно ориентироваться и выжидать, что же будет дальше и в зависимости от того, насколько у нас сильна загрузка, принимать какие-то меры либо по увеличению нашего ADR, либо по увеличению просмотров именно нашего объекта. Ну а это соответственно поднимать его в поиске. В данном случае мы рассмотрим полезность просмотров на каждый день. Если мы видим, что нам крайне необходимо поднять загрузку отеля, и именно на эту дату у нас количество просмотров больше, чем обычно, то мы можем, скажем так, идти на какой-то риск и изначально продавать номера не так, скажем, ожидаемо по цене, как хотелось бы, а затем ее планомерно повышать при увеличении загрузки. На этом, пожалуй, все показал именно по этой вкладке. Тут можно очень много всего сделать и, в частности, анализ восстановления, нужен он вам или нет, вам решать. Потому что сейчас нет смысла вообще в целом смотреть восстановление по сравнению с предыдущим годом, так как мало что, скажем так, поменялось по сравнению с предыдущим годом. Если говорить о нынешнем месяце, потому что весь основной локдаун уже прошел и началась какая-то оттепель в прошлом году, если прям вот астрономический год отсчитывать. И поэтому, ну, есть, конечно, смысл, если вам необходимо какую-то годовую отчетность сверить и для себя понять, что вам еще делать дальше. На этом все. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк, подписывайтесь на нас. Наша сеть отелей также предлагает франшизу. Ссылка будет в описании. Также будет в описании номер телефона, по которому можно с нами связаться и обсудить все вопросы. На этом все. С вами был Дмитрий, сеть отелей, Макс Крумс. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok